Зачем мы здесь? Зачем нам нужен курс истории? И даже больше, зачем нам вообще нужна история? Ответ не так уж очевиден. Но, наверное, вы чего-то ожидаете от этого курса, и поэтому вы с нами. Считается, что история должна научить нас жить и не повторять ошибки прошлого. Сессерон назвал историю учительницей жизни. Но Бернард Шоу уточнил, что она учит только тому, что ничему не учит. И все же лучше учиться на ошибках других. Хотя бы потому, что сами мы просто не успеем за всю жизнь наделать столько ошибок, сколько сделали поколение перед нами. Поэтому изучайте историю. Но для начала давайте задумываемся над вопросами, что такое история вообще и в чем ее смысл? А также, что такое христианство и как излагать его историю? Излагая любую историю, рассказчик опирается на некоторые принципы. Неважно, сознает он их или не сознает, чаще не сознает, но они существуют. Принцип первый. История субъективна. Некоторые люди думают, что правдивая история – это значит рассказать все, как оно было на самом деле. Должен вас разочаровать. Рассказать все, как было на самом деле, человек не может в принципе. В каждый реальный, конкретный исторический момент происходит так много вещей, событий, деталей, что пересказать их не может ни один документ, ни одна кинолента, ни один очевидец. Все, как оно было на самом деле, знает только тот, кто создал все, кто контролирует все и кто может вместить абсолютно всю информацию, то есть вместить абсолютно все. Думаю, что вы догадываетесь, кто это. А историку приходится опираться на отражение всего этого в виде так называемых первичных документов. Хотя любой, кто писал письмо или дневник, или, по-современному говоря, ставил посты на Фейсбуке, знает, насколько даже первичная информация субъективна. А добавьте к этому субъективизм исследователя. И тогда вам станет понятно, что история – это не то, что было на самом деле, а то, как мы сегодня воспринимаем происшедшее в прошлом. Поэтому не будьте наивны. И хотя есть историки и исторические школы, которые излагают историю более объективно, а есть те, которые просто сознательно перекручивают факты в угоду политической преференции или чего-либо еще, но в любом случае вся история субъективна. Второй принцип, который надо знать, приступая к изучению истории – история имеет внутреннюю логику. То есть история – это не хаотичный поток событий, а некая упорядоченная их взаимосвязь. И надо признать, что эта взаимосвязь не навязана реальному бытию историками, которые изучают это бытие. В исчезающем временном потоке объективно существует внутренний смысл. В нем присутствует определенная связь событий, есть общая целостность, вычленение смысловых связей в цепи реально происходящих событий, и есть, собственно, история. Обычно историки стараются выпутать из ткани исторического процесса причинно-следственные связи. Хотя очень часто, как мне кажется, причины, приводимые в научных исследованиях, это не более чем надуманное мнение историка. Уходят в прошлое марксистские теории детерминизма, провозглашающие неизбежности социалистических революций, ищущие механизмы истории в объективном развитии производственных сил и производственных отношений. За ними спешат в небытие школы психоанализа, ищущие движущие силы истории в природе человека, в его либидо. Фаталисты все отдают во власть некой таинственной судьбы. Но мы, как христиане, уверены, что история – это вхождение вечного в настоящее, под управляющей тлани Всевышнего. То есть стрела истории направлена из будущего в прошлое. Это только кажется, что время течет из прошлого в будущее. На самом деле, в реальности, тончайшее лезвие настоящего вскрывает будущее, мгновенно превращая его в прошлое. И здесь мы приходим к следующему, традиционно библейскому принципу изучения истории. Бог управляет всеми событиями истории, находясь вне ее. Но у вас сразу возникнет вопрос, как Бог это делает. Управляет ли он историей абсолютно суверенно, не считаясь мнениями, желаниями и чувствами людей, которые только как раскрашенные куклы в театре марионеток выполняют его работу. Или каждый человек влияет на историю. Мы будем исходить в этом курсе из предпосылки, что Бог, как абсолютно свободный и суверенный хозяин, дал людям определенную свободу и возложил на них ответственность за использование этой свободы. Как разрешается антиномия абсолютного божественного управления человеческой свободы, это, конечно, предмет специального курса, который описывает историю через концепцию возможных миров. Такое представление идет от Луиса Малины через год Фрида Лейбница к прекрасному современному мыслителю Алвину Плантинге. Как мне представляется, только используя принципы семантики возможных миров и модальной логики, историк может непротиворечиво рассматривать и человеческие факторы в истории, и видеть при этом Всевышнего, ведущего челнок нашей истории в безбрежном океане времени. Гребцы челнока иногда ссорятся между собой, чаще всего гребут не в ту сторону, и к тому же вообще не знают цели, к которой надо плыть. А тех чудаков, которые говорят им о назначении челна, они бестрепетно выбрасывают за борт, но несмотря на это, и более того, используя все это, Бог настолько мудр и всемогущ, что доведет ладью истории, которую он пустил в плавание, до твердой пристани вечных обителей, к удивлению гребцов и беспечных пассажиров. А теперь, разобравшись хоть отчасти с понятием история, попытаемся понять историю, чего мы изучаем. Во многих университетах вы встретите курс «История церкви». На книжных полках десятки и даже сотни томов с названием «История церкви». Вот только неясно, о какой церкви речь идет. Многие историки еще в недавнем прошлом, а некоторые в настоящем, наивно и дерзновенно отождествляют свою деноминацию с Церковью Христовой. Берешь книгу православного историка, заглавия «История церкви», а там только «История православия». Точно так поступают католические авторы. Ну и протестанты недалеко от них ушли. Но в таком случае надо считать, что только моя деноминация и есть Церковь Христова, а все остальные или отступники, или еретики. Так многие историки и пишут свои истории. Но реально, если мы понимаем Церковь как невидимое вселенское тело Христова, то кто точно входит в это тело, знает только Господь. Историк не должен брать на себя право судьи, которые определяют, кто истинный христианин, а кто только называется им. А это значит, что в этом курсе, рассказывая об истории христианства, нам придется вызвать из тени забвения не только тех, кого мы считаем христианами, а всех, кто носит это имя, не произнося финального суда ни над кем. А поэтому мы постараемся не употреблять оценочных терминов «еретик» или «ортодокс», «раскольник» или «православный христианин». Оставим эти оценки судье всех живущих – Иисусу. Еще один принцип – идти за жизнью. Логика изложения истории должна соответствовать самому историческому процессу. Если история – следы Всевышнего, оставленные во времени, то историк должен точно идти за ними. Многие историки имеют свои теории, как должны развиваться события. И если какие-то факты не укладываются в эту схему, ну, тем хуже для этих фактов. Их можно легко исказить или отбросить. Но принцип «идти за жизнью» требует рассказа и о тех явлениях, которые не укладываются в принятые идеологические или исторические схемы. Ну, например, очень распространено представление, что есть основное направление христианства, а все остальные отделились, отпочковались от него в какой-то исторический момент. В таком случае историю любят изображать в виде дерева, имеющего ствол, обычно это динаминация, которой принадлежит историк, а от ствола отходят ветви, то есть динаминации, уклонившиеся от истины. Другие описывают христианство в виде идеального сообщества ранней церкви, с последующим отклонением от истины в ходе исторического процесса и возвращение к этому раннему или идеальному состоянию в лице, естественно, собственной динаминации. И тот, и другой подходы мало соответствуют реальной жизни. Уникальность и неповторимость истории в том, что истинная церковь Христова существовала всегда, независимо от истории отдельных динаминаций и истории всех направлений, и все, что есть в истории церкви, составляет бесценный опыт подготовки тела Христова к вечности. То есть христианство – это не дерево с ответвлениями, а могучий поток жизни, начавшийся с незаметного ручейка, но, вбиравший в себя все новые и новые притоки, он идет через созерцательную глушь средневековья, стремительные пороги реформации, в плавную, широкую даль нового времени, а оттуда – вечность. Идя за жизнью, очень сложно сохранять объективность и честность. Слишком часто история христианства либо идеализировалась, либо опошлялась. В одном случае все деяния христиан и все идеи христианства выставлялись безупречно правильными, а в другом случае перечеркивалось и унижалось все, связанное с именем христианства. И во всех поступках христиан историки находили только корыстные, эгоистические цели, лживые намерения. Честный рассказ о жизни требует видеть и грех, и святость христианства одновременно. Ну и последний на сегодня принцип связан с вопросом, как изучать историю. Можно изучать историю миссии или историю христианской культуры, можно изучать историю соборов и богословских споров, можно изучать историю патриархов и пап, и все это будет занимательно, интересно, но лучше встретиться с живыми людьми из истории христианства, в которых как в фокусе отражается и политическая история, и история внутрицерковной жизни, и история богословия, и история миссии, еще много-много всяких историй. Ведь христианство – это не религия в узком смысле этого слова, хотя это и религия тоже. Христианство – это образ жизни, и узнать о его истории можно, изучая жизнь людей, созидающих Царство Божие и идущих к Нему. Поэтому наш курс называется не «История церкви» и даже не «История христианства», а «История христианства в лицах» или «Великие боголюбцы». Ну и в заключение. Что читать по этому предмету? В конце второго тома моей книги «Двадцать веков христианства» есть библиография в два столбца мелким шрифтом на 21 страницу. Книга, кстати, была издана еще в 2000 году. Если бы я сегодня составлял такую библиографию, она была бы размером, наверное, саму книгу. Сегодня есть масса прекрасных книг по многим частным аспектам истории христианства. И хотя книг, дающих общую картину всего христианства от начала до наших дней, ну, в общем-то, маловато, но для тех, кто хотел бы иметь беглый обзор западного христианства, можно порекомендовать книгу Гонзалеса «Общая история христианства». Кто интересуется широким обзором с фокусом на восточное христианство, прекрасную работу архиепископа Игоря Исиченко, правда, она доступна только на украинском языке, огляд истории христианства. А с точки зрения традиционного московского православия можно рекомендовать серьезную работу Владислава Цыпина «История Европы дохристианской и христианской». Ну, а тем, кто ленится читать толстые и серьезные книги по этому предмету, могу посоветовать мою последнюю книгу «Популярная история христианства». Слоган этой книги – «Просто и честно об истории христианства». Это полноцветное, прекрасно иллюстрированное издание, идея которого в том, чтобы осмыслить события истории с точки зрения молодого человека 21 века. Так что у нас есть, что читать дополнительно по курсу «История христианства в лицах». А сейчас я приглашаю вас в античность. Нас ждут 20 сюжетов, в которых мы встретимся по крайней мере с 30 героями христианства, жившими в первые 6 веков нашей эры. Продолжение следует...